Всем привет, друзья! Клиника Мистер Дент. И как видите, что я начинаю вещать в инстаграме, в прямом эфире. И хочу показать один интересный клинический случай, который не так давно мы закончили. И поделиться процессом, как мы это все делали и проводили. Поэтому сейчас я загружу свою презентацию, и мы с вами начнем. Вот такая вот была у нас исходная ситуация. Здесь мы видим большие композитные пломбы на передних зубах. Зубы имеют неправильное положение. По идее, здесь нужен ортодонт. Но мы решили обойтись без ортодонта. То есть видим, что зубы имеют неправильное положение и большие пломбы. Зубы частично изменены в цвете. То есть два передних зуба, они поменяли свой цвет. Мы пришли к решению, чтобы покрыть данные зубы. Два передних, это будут керамические коронки, потому что большие пломбы. Все остальные зубы, клык и вторые латеральные резцы покрыть винирами. Мы все аккуратненько отпрепарировали. Зубы остались витальными. У нас лишь один зуб без нерва, который давно уже лечили. Вот так вот выглядят зубы после препарирования. В принципе, объем тканей снят небольшой. Здесь мы видим, как отпрепарированы зубы сверху. Видим два центральных зуба под коронки и крайние зубы под виниры. Только лишь передняя часть их отпрепарирована. Хорошая ретракция десны, хорошо виден уступ. И вот здесь мы видим уже после фиксации. В чем здесь затруднялось? На данный момент при фиксации данных коронок я не использовал плавиковую кислоту. Что в дальнейшем сложилось в проблему расфиксации данных виниров. После мы, когда перефиксировали уже с плавиковой кислотой, уже все стоит великолепно. Лишь один зуб у нас еще остался без плавиковый, но он держится. Я считаю, что великолепный. Получился отличный результат. Вот какой он был. Поэтому разница налицо. На зубы, как говорится. Поэтому, если у кого-то есть вопросы по поводу протезирования на винирах, либо на каких-либо других коронках, мы можем получить быстрый, красивый, эстетичный результат, который будет служить долгое время. Здесь мы попытались создать природоподобную форму зубов. Немного прозрачности режущего края. Неровности режущего края, чтобы зубы были незаборного такого типа. Поэтому очень хороший, я считаю, результат. Давайте сейчас еще открою, чтобы понять, как смотрится улыбка сбоку. Вот как. То есть, все достаточно эстетично и красиво. Без каких-либо выраженных таких вот погрешностей в цвете. Нет такого сильного контраста. Хотя, если приглядеться, мы видим, что нижние зубы, нижние челюсти, они все-таки немного желтее, поэтому они отличаются. Во-вторых, какой момент бы я хотел учесть в данной работе? Это все-таки тотальная реабилитация. Вот если мы даже на этой картинке приглядимся за зубами после клыка. После клыка. Вот видите, высокий клык. И дальше четвертый, пятый зубы. Они явно нуждаются точно так же в протезировании. Для создания большего эстетичного эффекта. То есть, я вижу, что четвертый и пятый зуб, они маленькие в размере. Им бы хорошо провести пластику десны. То есть, увеличить их коронковую часть. Второй момент. Их вестибулярное выдвижение. То есть, если мы будем покрывать винирами и коронками, мне хотелось бы видеть эти зубы немного выдвинутыми вперед. Что тоже бы дало больше эстетический эффект в данной работе. Что еще, какой бы момент я бы хотел уделить. Сейчас тоже хочу сказать. Многие задают вопросы. И я сейчас поделюсь с вами этой информацией. Ранее мы знаем, что нас учили использовать мини-имвазивные такие нити. Тонкие нити для ретракции зубов. Сейчас, в последнее время, мы уходим от этой темы. Потому что нам надо дать все-таки технику. Больше информации о наших границах препарирования. О нашем уступе. Поэтому я сейчас в своей практике делаю как? Я использую раз в качестве первой нити. Либо это фум-лента, либо обычная тонкая нить. Обычная тонкая нить. Дальше я уже использую любую нить, но толстого диаметра. Толстого диаметра. Тогда у меня получается хорошая и прогнозируемая ретракция. Вот, допустим, как на этой фотографии. Мы четко видим хорошие границы уступа, которые можно проснять в принципе любой оттискной массы. Будь то спидекс, либо и что. Любая другая масса. Вот, пожалуйста, еще один снимок. То есть, четко визуализированы все границы препарирования. Ну, чтобы здесь что-то испортить в плане технической части, там как-то не пролить, не проснять. Ну, действительно, надо постараться. Поэтому тонкая нить вначале, а после мы укладываем максимально широкую, я бы сказал, нить. Можно использовать тефлоновую ленту, но чтобы это был достаточно большой диаметр. Чтобы все-таки мы могли отодвинуть десну и хорошо пронять за уступное пространство. Проснять. Вот такой вот кейс. Вот такая вот работа. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.